Всем доброго времени и суток, а у нас сегодня простое, но очень вкусное печенье, которое не требует раскатки теста. Продукты для этого печенья есть в наличии у каждой хозяйки. Печенье получается очень вкусное, песочное. Посмотрите, какое оно рыхлое, вкуснейшее печенье. Для него нам понадобится мука, разрыхлитель или сода, сахар, яйца, растительное масло и ванилин. Берем 2 яйца, 8 столовых ложек сахара, щепотку соли и все это хорошенько взбиваем венчиком. Взбиваем до тех пор, пока не получится такая вот хорошая белая масса. Затем будем добавлять растительное масло. Растительного масла я добавляю 8 столовых ложек. Масло мы добавили, будем дальше взбивать наши продукты. Взбиваю я вначале венчиком. Теперь займемся сухими продуктами. Берем муку, в муку добавляем разрыхлитель и ванилин. Перемешиваем и будем частями добавлять в наше тесто. Просеиваем муку. Всю муку мы не перемешиваем с разрыхлителем и с ванилином. Оставляем 2-3 столовые ложки, потому что у вас муки может пойти немножко больше, немножко меньше. Все зависит от величины яиц. Перемешиваем сразу венчиком. Затем добавляем оставшуюся муку и будем перемешивать ложкой. Потому что тесто у нас получится песочное, густое. И поэтому перемешиваем ложкой дальше. Перемешали ложкой, теперь будем помогать рукой. Тесто у нас получается хорошее, такое податливое. Муку оно хорошо берет, вот такое оно эластичное, у нас мягкое. Смотрите, тесто у нас как детский пластилин, который мягкий. Вот такое вот податливое, мягкое, эластичное. Теперь отрываем кусочек теста небольшой. Делаем шарик, приминаем наш шарик и получаем вот такую вот заготовочку. Примерно 1 см или 1,5 см. По толщине должны получиться наши заготовочки. Количество заготовочек наших печенюшек зависит от величины. Если больше печенюшки, то получится их меньше. Если меньше печенюшки, то их больше получится. Ставим в духовку, выпекаем 15-20 минут. И получаем вот такое вот вкуснейшее песочное печенье. Оно у нас, когда его ломаешь, теплое печенье, сейчас я вам покажу. Оно у нас вот такое вот мягенькое и хорошо ломается. А когда оно у нас остывает, оно у нас становится песочное и более плотное. Вот такое вот вкуснейшее печенье можно приготовить из простых и доступных продуктов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...